Приветствуем вас на канале книги, истории, факты. В этом ролике, мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого ролика, и поддержать нас на Boosty. В этом ролике, представлена первая часть одной тысячи самых интересных фактов, обо всем на свете. 1. Викинги никогда не носили шлемов с рогами. В шлеме с рогами невозможно воевать, он годится только для шаманов. 2. Шум, который мы слышим, поднося морскую раковину к уху, это вовсе не звук океана, а эхо от окружающих нас шумов. В изолированной от шумов, комнате никаких звуков из раковины не раздается. 3. В казино не бывает настенных часов и окон, с прозрачными стеклами. 4. Если на одну шахматную клетку положить, одно зернышко риса, на вторую два зернышка, на третью четыре зернышка и так далее, то в итоге, общий вес риса на шахматной доске составит более 460 миллиардов тонн. Это в тысячу раз больше, чем годовой урожай риса на всей Земле. 5. Алмазы образуются в земной коре на глубине, более 200 километров. Только благодаря извержениям вулканов, алмазы переносятся на глубины, досягаемые человеком. Средний возраст любого бриллианта, около полутора миллиардов лет. 6. Историю о яблоке, упавшем на голову Ньютона, впервые рассказал Вольтер в своем Иссе о Ньютоне. Сам Ньютон никогда не рассказывал этой истории. 7. Римский император Веспасиан, правивший с 69 по 79 год нашей эры, спасая империю от разорения, ввел множество весьма необычных налогов. Один из них был налог на латруны и общественные туалеты. В ответ на упреки сенаторов Веспасиан, предложил им понюхать деньги, полученные по этому налогу. Так возникла знаменитая фраза Пэкунио Нон Олэт, деньги не пахнут. 8. Руководители отделений Куклуксклана в США, в начале 20 века назывались Великими Гоблинами. 9. Численность действующей армии Монако – 82 человека. Это единственное государство в мире, где размер регулярной армии меньше численности военного оркестра, в котором 85 исполнителей. Лишь однажды армия Монако была поднята по тревоге. Это случилось в 1962 году, когда президент Франции генерал Деголь пригрозил княжеству отключить электро и водоснабжение, если оно не введет подоходный налог. К счастью, войны не случилось. Князь Ринье III пошел на уступки. 10. Знаменитая английская актриса Хелен Мирин, известная блестящим исполнением ролей Елизаветы I и Елизаветы II, дама-командор Ордена Британской империи, лауреат премии «Оскар» и «Золотой глобус» урожденная Елена Васильевна Миронова. 11. До начала XIX века обувь не разделяли, на правую и левую, оба башмака были одинаковы. 12. Тариф – это остров в Средиземном море, где во времена арабского правления в VIII веке, впервые стали брать плату за стоянку в порту. 13. Речные дельфины встречаются в Бразилии, Китае и Индии, но только обитающие в Амазонке дельфины розового цвета. 14. Бобры и капибары – самые крупные грызуны на планете, признаны католической церковью рыбой, поэтому католики могут есть мясо этих животных во время Великого поста и по пятницам. 15. В 1933 году компания по производству ткацких станков Toyota Automatic Loom Works создала новое отделение, специализирующееся на производстве автомобилей. Сегодня это крупнейший производитель автомобилей в мире. А логотип Toyota до сих пор означает нитку, пропущенную в игольное ушко. 16. Благодаря прецедентному праву, в США существуют сотни странных и труднообъяснимых законов, однако один, пожалуй, достоин особого внимания. В городе Чико в Калифорнии всякому, кто взорвет в пределах города ядерное устройство, грозит штраф в 500 долларов. 17. В 1983 году знаменитая английская писательница Барбара Картленд написала 23 романа в течение одного года. Это достижение зафиксировано в книге рекордов Гиннесса. Всего в течение жизни она написала более 600 книг. 18. Озон, защищающий землю от солнечной радиации, смертельный ядовит. Для человека озон опаснее угарного газа. К счастью, в отличие от лишенного запаха угарного газа, озон легко обнаружить он пахнет геранью. 19. Карельский фронт, которым командовал генерал-лейтенант Валериан Александрович Фролов, имел самую большую протяженность из всех фронтов Великой Отечественной войны, более 1600 километров. Это был единственный фронт, на одном из участков которого, в районе Мурманска, немецко-фашистские войска не смогли нарушить государственную границу СССР. 20. На перевозку одного плода киви из Новой Зеландии, в Европу уходит больше авиационного топлива, чем весит сам плод. 21. Дмитрий Иванович Менделеев действительно утверждал, что периодическую таблицу элементов он увидел во сне. Но этому предшествовала титаническая работа на протяжении 25 лет. 22. Нет никаких научных доказательств того, что прием пищи в позднее время суток, приводит к большему отложению жира по сравнению с пищей, принятой днем. 23. Помимо Луны, еще шесть астероидов сопровождают Землю, двигаясь по ее орбите вокруг Солнца. Один из них Кроине, диаметром более 5 километров, находится в 15 миллионов километров от Земли. Так что с некоторой натяжкой можно сказать, что у Земли шесть лун, а не одна. 24. Атомы более пусты, нежели солнечная система. Если бы ядро атома водорода было размером с лесной орех, то электрон, размером с булавочную головку, был бы отдален от ядра на расстояние более 1 километра. Любая материя содержит не более 0,001% атомного вещества, остальное пустота. 25. Помимо Красной книги, в которую с 1958 года ученые заносят исчезающие виды животных и растений, есть еще и Черная книга. В нее включены животные и растения, навсегда исчезнувшие с лица Земли, из-за разрушительной деятельности человека. 26. Первый паровой двигатель был создан, не в конце 17 века, как принято считать, а в первом веке до нашей эры, древнегреческим изобретателем Героном Александрийским. 27. Быки практически не различают цветов. Поэтому они реагируют на красный цвет точно так же, как на зеленый или синий, то есть никак. На быка раздражающе действует не красная тряпка, а то, что кто-то больно его ранит, да еще и машет чем-то у него перед носом. 28. Бангладеш страна, по площади приблизительно равная Мурманской области, однако в этой стране проживает на 20 миллионов человек больше, чем во всей России. 29. Посидеть за несколько часов физически невозможно, даже в результате сильнейшего потрясения. Это не более, чем поэтическое преувеличение. 30. Гравитационное поле Луны вызывает не только приливы и отливы, но и колебания земной коры, достаточно значительные для сейсмологических приборов. 31. По решению Федерации настольного тенниса, в 2003 году диаметр шарика был увеличен на 2 миллиметра. В результате, скорость шарика во время игры, замедлилась на 15%. Сделано это было для того, чтобы стало легче наблюдать за игрой по телевизору. 32. Более 35 тысяч американцев, ежегодно страхуются на случай похищения инопланетянами. 33. Сердце человека находится не слева. Оно расположено за грудиной, между левым и правым легкими. 34. Устерек стали называться дельтами, после того, как античные ученые подметили сходство формы дельты Нила с буквой «дельта» греческого алфавита. Самую большую дельту образует не Амазонка, а Ганг. Ее площадь составляет 105 640 километров ноль. В дельте Ганга проживает более 145 миллионов человек. 35. Во время Советско-финской войны 1939-1940 года, линия Маннергейма в течение двух месяцев удерживала наступление Красной армии общей численностью 425 тысяч человек, 2900 танков и 3000 самолетов. Маршал Карл Маннергейм, в честь которого названа знаменитая линия, до революции 1917 года был офицером Российской императорской армии. 36. Стараниями ирландских миссионеров, Святой Патрик является теперь покровителем не только Ирландии, но и Нигерии. 37. Во Франции законом запрещено называть свиней именем Наполеон, других животных запрет не касается. 38. Венецию часто называют столицей мостов Европы, однако в Венеции всего 398 мостов, тогда как в Амстердаме 1280, а в Гамбурге более 2400 мостов. 39. Нос Большого Сфинкса в Гизе был утрачен, не в результате эрозии. В 1378 году фанатичный суфийский шейх приказал отбить Сфинксу нос, дабы выполнить завет Мухаммеда, запрещающий изображать человеческое лицо. Подобный акт вандализма совершили афганские талибы, в 2001 году, с помощью тяжелой артиллерии уничтожив в Бомианской долине, две уникальные статуи Будды II века, высотой 55 и 37 метров. 40. Клеопатра не была египтянкой. Она была последней в царском роду Птолемеев, выходцев из Македонии. 41. Король Великобритании Георг I правивший, с 1714 по 1727 год ни слова, не говорил по-английски. Его родным языком был немецкий, он был родом из Ганновера, а с окружающими он общался на французском языке. Георг I получил права на британскую корону, благодаря акту о престолонаследии, согласно которому престол Англии не мог быть занят католиком. В честь короля Георга I был назван штат Джорджия. 42. На земле сохранились, всего шесть видов двоекодышащих рыб, четыре из которых, протоптеры, обитают в Африке. Когда вода в реках и озерах пересыхает, протоптеров спасает то, что у них есть легкие. Они выкапывают себе в мягком илистом дне гнезда, и спят в них до начала следующего сезона дождей, иногда дольше года. Дышат они при этом воздухом, поступающим через верхушку гнезда. А местные рыбаки вместо удочек и сетей, отправляются на рыбалку с мотыгами и лопатами. 43. Греческий танец Сертаки не является народным танцем, он был придуман в 1964 году для голливудского фильма «Грек Зорба». Даже название танца было выдумано и его предложил исполнитель главной роли, американский актер Энтони Куин, а музыку к танцу, сочинил греческий композитор Микки Стеодоракис. После выхода фильма, Сертаки стал самым популярным греческим танцем в мире и одним из символов Греции. 44. Страусы никогда не прячут голову в песок. В случае опасности они просто убегают, развивая скорость до 70 км в час. 45. Носом в старину называлась памятная дощечка, которую неграмотные люди всегда носили с собой, чтобы делать заметки или зарубки на память. Так что, чтобы зарубить что-либо у себя на носу, вовсе не обязательно махать топором перед собственным носом. 46. Главный герой романа Мэри Шелли Франкенштейн, доктор Франкенштейн. Он не монстр, а создатель монстра, у которого нет имени. 47. Население Якутии, в 1200 раз меньше населения Индии, хотя по площади они почти одинаковы. 48. Слоны действительно боятся мышей, но не более чем любых других мелких животных, вертящихся у них под ногами. 49. Кончик кнута при ударе развивает скорость, превышающую скорость звука. Щелчок кнута возникает при преодолении им звукового барьера. 50. Одна из наиболее трудноизлечимых фобий фобофобия, или боязнь страха. 51. Одно из верований кочевого народа, Масай в Кении гласит, что бог Дождян Гай дал весь скот, именно этому народу. Поэтому все, кто также владеет скотом, когда-то украли его у Масаи. 52. Андорра единственная страна в мире, где почтовые пересылки бесплатны. А до 1927 года в Андорре, вообще не было почтовых отделений, и нужно было добраться через границу, до ближайшего почтового отделения в Испании или Франции. 53. В китайском языке юанем, называют базовую единицу любой валюты. Например, доллар, США, это мэйюань. 54. Шоколад не вреден для зубов, более того, он замедляет развитие кариеса. Правда, речь идет не о молочном, а о черном шоколаде. 55. Лед не одинаково холоден. Температура льда антарктических ледников достигает минус 60 градусов Цельсия. Намного теплее лед гренландских ледников в среднем, минус 28 градусов Цельсия. И совсем теплые льды, с температурой около 0 градусов Цельсия, лежат на вершинах Альп. 56. Бриллианты горят. Жечь бриллиант легче, чем его золотую или платиновую оправу. При температуре выше 900 градусов Цельсия, алмазы сгорают, не оставляя следа. 57. Стрелка компаса указывает не на северный полюс, а на магнитный полюс Земли. Однако они отстоят друг от друга, более чем на 530 километров. Искажения становятся тем больше, чем ближе путешественник продвигается на север. А на линии между магнитным и северным полюсами стрелка компаса, вообще показывает точно на юг. 58. Скорость света непостоянна и зависит от среды, в которой он распространяется. В вакууме скорость света равна 300 тысячам километров в секунду, в алмазе около 124 тысяч километров в секунду, а в охлажденном до минус 269 градусов Цельсия натрия менее 60 километров в час. 59. Швейцарские экономисты доказали, что курильщики не увеличивают расходы на здравоохранение. Чрезмерные расходы государства на поддержание здоровья курильщиков с избытком компенсируются сокращением расходов пенсионных фондов. Курильщики просто раньше умирают. 60. В 1960 году в Австралии было закончено строительство Великой Австралийской Стены. Стена высотой около двух метров и длиной в 5320 километров полностью пересекает континент. Только таким образом австралийские фермеры смогли, наконец, защитить стада овец от нападений собак Динго. 61. При среднем размере тела в 3 миллиметра, блоха может прыгнуть на расстояние до 32 сантиметров. При такой прыгучести, человек мог бы перепрыгнуть через два футбольных поля. 62. Волосы и ногти не продолжают расти после смерти. Это легенда. Немедленно после смерти, деление всех клеток организма прекращается. 63. Количество воды, законсервированной в ледниках земного шара, в 7 раз больше содержимого, всех пресных водоемов и рек. Если бы все ледники растаяли, уровень мирового океана повысился бы на 60 метров. 64. Тонизирующие действия женьшеня общеизвестно, однако с точки зрения медицины, женьшень ничуть не полезнее петрушки или сельдерея. 65. Вода гасит огонь, посредством образования водяного пара. Пар окутывает источник пламени и препятствует подаче кислорода. Нагретая вода обратиться в пар скорее, поэтому гасить огонь лучше кипятком. 66. Система коммуникации дельфинов настолько развита, что у каждого дельфина есть свое имя, на которое он откликается, когда к нему обращаются сородичи. 67. Из 400 видов ядовитых змей, известных науке, только 9 видов обитают в Европе. А в Ирландии вообще нет ядовитых змей и считается, что их всех изгнал с острова Святой Патрик. 68. На северном полюсе теплее, чем на южном. Северный полюс находится на уровне моря, а южный на высоте, 2,8 километра, над уровнем моря. Кроме того, северный полюс освещается солнцем почти на наделю дольше, чем южный. 69. Помидоры, баклажаны и сладкий перец привезли в Европу только в середине 16 века. Представьте себе кавказскую и средиземноморскую кухню без этих ингредиентов. 70. В 1960 году озеро Байкал по объему воды превышало Аральское море в 20 раз. В 2010 году в 320 раз. 71. По-украински Млечный путь Чумацкий шлях. В старину на Украине Чумаками называли торговцев солью. Видимо по дороге домой из Таврии, они рассыпали по небу соль. А большую медведицу на Украине, все еще часто называют Давыдовой колесницей. 72. В мае 2010 года, суд литовского города Клайпеда признал свастику историческим наследием Литвы. В Германии публичная демонстрация свастики карается лишением свободы до двух лет. 73. Корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься. 74. Слово «деньги» произошло от тюркского тенге, мелкая серебряная монета в странах Древнего Востока. В настоящее время тенге денежная единица в Казахстане. 75. Более половины населения земного шара никогда не видела снега. 76. Знаменитая энциклопедия «Британика» уже с 1901 года издается в США, а не в Великобритании. 77. В эпоху «сухого закона» в США, половина заключенных тюрем приходилась на нарушителей именно этого закона. 78. Самое длинное животное на Земле не голубой кит, а медуза львиная грива. Ее щупальца достигают 37 метров в длину. 79. Самым мертвым водоемом на Земле является, не мертвое море, в котором существуют некоторые грибки и бактерии, а озеро смерти в Сицилии, со дна которого, бьют источники концентрированной серной кислоты. Есть свое мертвое озеро и в России. Минерализация озера Эльтон в Волгоградской области достигает 500 грамм на литр, что в 1,5 раза превышает концентрацию солей в Мертвом море. 80. Итальянский кардинал, главный хранитель библиотеки Ватикана Джузеппе Мицофенти, свободно говорил на 39 языках и еще почти столько же мог понимать, хотя никогда не покидал пределов Италии. В 1835 году Александр Иванович Тургенев опубликовал в России его стихи на русском языке. Утверждают, что однажды кардинал выучил новый язык, за одну ночь только для того, чтобы утром принять исповедь чужеземного преступника, приговоренного к смертной казни. 81. Единственное на планете море без берегов Саргасово море. Оно названо так из-за обилия плавучих саргасовых водорослей, которые моряки называли морским виноградом, саргаса по-португальски виноград. Еще его называют кладбищем кораблей. Именно в Саргасовом море находится большая часть Бермудского треугольника. 82. 30 марта 1867 года Россия продала Аляску Америке за 7 миллионов 200 тысяч долларов, или менее, чем за 5 центов за гектар. В сегодняшних ценах это составляет около 110 миллионов долларов. 30 лет спустя на Клондайке было открыто золото, а запасы открытых в 20 веке месторождений нефти и газа оцениваются в 150 тысяч 180 миллиардов долларов. 83. Город Ставрополь на Волге, в 1964 году, был переименован в Тольятти, в честь генерального секретаря итальянской коммунистической партии Пальмира Тольятти. 84. Среди людей, публикующих брачные объявления, 35% уже женаты или замужем. 85. Статуя Свободы находится не в Нью-Йорке. Остров Свободы, Либерти Айленд, на котором она установлена, географически относится к штату Нью-Джерси. 86. Только в 1992 году Ватикан официально признал, что Земля вращается вокруг Солнца. 87. Стрижка никак не влияет на скорость роста волос, 88. Расход топлива пассажирского океанского лайнера в среднем составляет 40 тонн на 100 километров пути. 89. Пластмассовые штучки на концах шнурков называются пистончики или иглеты от французского Агвилы Таксельбант. 90. Если вы попытаетесь охладить комнату, открыв холодильник, температура в комнате не понизится, а поднимется еще выше. Поступление теплого воздуха в камеру заставит холодильный агрегат работать с удвоенной нагрузкой, что приведет к его избыточному нагреву. 91. Моцарт вовсе не жил в бедности. Он получал щедрые гонорары. К примеру, за один час преподавания на фортепиано, он выставлял счет в два гульдена. Для сравнения, его служанка получала 12 гульденов в год. Тем не менее, благодаря крайне расточительному образу жизни, он оставил гору долгов и действительно, был похоронен в могиле для бедняков. 92. Общая длина книжных полок в библиотеке Конгресса США превышает 850 километров. В библиотеке работает 3600 человек, хранится более 40 миллионов книг и 60 миллионов рукописей. 93. За открытие пчелиного языка австрийскому зоологу Карлу фон Фришу в 1973 году была присуждена Нобелевская премия. Оказалось, что пчелы общаются друг с другом, с помощью сложнейшего языка танца. Посредством множества замысловатых движений, пчела-разведчица сообщает не только о расстоянии до ближайшего нектароносного участка, но и с удивительной точностью указывает направление к нему. Многие ученые отказывались верить, что пчелы используют такой сложный и своеобразный язык. Однако в 1992 году сомнения скептиков были развеяны созданный датскими учеными робот-пчела в точности повторил все фигуры, описанного Фришем танца, и пчелы полетели именно туда, куда им указывал робот. 94. Самое смертельное заболевание бешенства. Официально подтвержден только один случай выживания после этой болезни. 95. Ежи-хищники, их излюбленная пища лягушки, черви и насекомые. Яблок и грибов еж не ест, и тем более не переносит их на своих колючках. 96. Весьма популярная в США игра шашматы, представляет собой смесь шашек и шахмат. 97. У белых медведей черная кожа, а мех не белый, а прозрачный. 98. Название Канарейка возникло от Канарских островов. Однако Ислос-Канарийс по-испански означает не птичьи, а собачьи острова. 99. Каждую секунду солнца становится легче, на 4 миллиона тонн. Масса, равная земной, сгорает за 50 тысяч лет. Однако даже при такой расточительности, солнце угаснет не менее чем через 5 миллиардов лет. 100. Надпись не содержит холестерина на упаковках растительного масла, не более чем рекламный трюк. Холестерин может содержаться только в животном жире. Кроме того, вред пищевого холестерина сильно преувеличен с пищей, мы получаем только 20% этого, жизненно необходимого вещества, остальные 80% производит наш организм. 101. Чихнуть с открытыми глазами невозможно. 102. В 1792 году в Марселе, во время безобидной игры в шары, Питанг, погибло 38 человек. Дело в том, что на территории монастыря, где проходила игра, размещался пороховой склад, а в качестве шаров игроки использовали пушечные ядра. 103. В Финляндии диагноз, интернет-зависимость является причиной для освобождения от службы в армии. 104. Японская поговорка гласит, хороший муж всегда здоров и его нет дома. 105. Сладкое вовсе не всегда означает калорийное. Широко используемые заменители сахара, такие как сахарин и аспартам, обладают нулевой калорийностью. 106. Иоганн Штраус, выступавший с концертами в Санкт-Петербурге в 1856 году, был представлен на афишах как Иван Страус. При нацистском режиме, документы о рождении и браке Иоганна Штрауса, были фальсифицированы в попытке сокрытия его еврейского происхождения. 107. Если 111 111 111 умножить на 111 111, то получится 123 456 789 876 543 21. 108. Впервые туалетная бумага в рулонах была произведена в США лишь в 1890 году, причем производитель ныне всемирно известная фирма Скотт не решился печатать свое название на сомнительном товаре. 109. В период с 1949 по 1990 год за Земле было произведено более 2000 ядерных испытаний. Общее энерговыделение ядерных испытаний превысило 700 мегатонн, что сравнимо с энергией взрыва астероида диаметром около 200 метров. 110. Желтой расы не существует. Типичный китаец нисколько не желтее типичного француза. 111. Зажигалка была изобретена в 1823 году на три года раньше спичек. 112. В 1863 году Жюль Верн написал книгу «Париж» в 20 веке, в которой подробно описал метро, автомобиль, электрический стул, компьютер и даже интернет. Однако издатель отказался печатать книгу, и она была забыта более чем на 120 лет. Лишь в 1989 году правнук Жюль Верн обнаружил рукопись, и книга впервые была издана в 1994 году. 113. Арабские цифры придумали не арабы. Арабы лишь переняли эту форму записи чисел из Индии. 114. С 1927 по 1936 год в СССР рождественская елка была запрещена, как религиозный пережиток. А в 1916 году, по решению Священного Синода, елка была запрещена как вредоносный немецкий обычай. 115. Книге рекордов Гиннесса принадлежит рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. В тот момент это было самое коммерчески успешное издание, за всю историю книжной торговли книга была опубликована в 100 странах мира тиражом более 100 миллионов экземпляров. 116. В действующей армии Китая 2 миллиона 250 тысяч солдат. В армии России около 1 миллиона 50 тысяч. В армии США менее 900 тысяч. 117. Алкоголь расширяет периферические кровеносные сосуды. Кровь устремляется к ним и быстро охлаждается, в результате чего температура тела падает. Именно поэтому алкоголь категорически нельзя употреблять, пытаясь согреться на морозе. 118. 85 процентов мировой растительности приходится на океаны. 119. В Библии нет никаких указаний на то, что Иисус Христос родился именно 25 декабря. 120. В Лондоне в год выпадает 590 миллиметров осадков, тогда как в Риме 760, а в Милане 1000 миллиметров. На самом деле, дождливый Лондон один из самых сухих городов Европы. 121. Собаки, обнюхав след, понимают, в какую сторону бежало животное. 122. В цилиндрах дизельного двигателя подаваемый воздух, сжимается в объеме приблизительно в 20 раз, в результате чего разогревается до температуры самовоспламенения топлива, около 900 градусов Цельсия. Это позволяет обойтись без свечей зажигания. А свечи накаливания, необходимы для достижения требуемой температуры на морозе. 123. Паук-крестовик каждое утро съедает свою паутину, а затем плетет ее заново. 124. Во Франции голубей называют летучими крысами. Пытаясь контролировать численность птиц, муниципальные власти Парижа финансируют кормление голубей противозачаточными средствами. 125. Если сложить все числа, нанесенные на колесо рулетки казино, то получится 666. 126. Знаменитый символ Лондона Биг Бен на самом деле, не является ни башней, ни часами. Это колокол, который весит 13 тонн. 127. Джон Макинрей, в прошлом первая ракетка мира, во время одного из матчей турнира в Эмблдоне, 7 раз прерывал игру, чтобы завязать шнурки на обуви. 128. В Арктике нет пингвинов. Именно поэтому их не едят белые медведи. 129. Рембрандт написал 62 автопортрета более всех других художников. 130. Согласно данным опроса, более 35% россиян уверены, что Шерлок Холмс это реальный исторический персонаж. 131. Во время сильного ливня стакан объемом 200 мл наполняется дождевой водой менее чем за полчаса. 132. У индийского слона беременность длится более 25 месяцев. 133. Скорость звука в жидком гелии составляет всего 3,4 метра в секунду, тогда как в алмазе звук распространяется в 6 раз быстрее, чем в воздухе. 134. В Америке американские горки называют русскими. 135. Несмотря на обидное прозвище, маленький капрал, Наполеон вовсе не был коротышкой. При росте в 168 см Наполеон был выше среднего француза тех лет. 136. У мусульман пеликан считается священной птицей, предание гласит, что он носил в клюве камни для постройки святынь в Меке. 137. Глава КНДР Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941 года на территории СССР в селе Вятское, в 70 километрах от Хабаровска, и при рождении был назван Юрий Ирсинович Ким. 138. Чтобы избавиться от зубной боли, древние египтяне прикладывали к деснам дохлую мышь, потому что у мышей особенно крепкие зубы. 139. Фернан Магеллан никогда не совершал кругосветного путешествия. Он прошел ровно половину пути, и был убит в сражении на Филиппинах. Закончил путешествие Хуан Себастьян Элькана, его помощник. 140. Америка не обрела независимость 4 июля 1776 года. В этот день отцы-основатели Америки подписали декларацию независимости, но война за эту независимость длилась еще 7 лет, и только 3 сентября 1783 года был подписан мирный договор между Америкой и английским королем Георгом III. 141. Самым распространенным элементом в земной коре является кислород. Его весовое содержание оценивается в 49% от массы земной коры. 142. В Австралии неявка граждан на выборы безуважительной причины, наказывается крупным штрафом. 143. С 1 октября 1929 года до 1 декабря 1931 года в СССП действовал советский революционный календарь. В нем было 12 месяцев по 30 дней, а оставшиеся 5 дней имели собственные имена, день Ленина, два дня труда и два индустриальных дня. Так что в 1930 и 1931 годах в Советском Союзе существовало 30 февраля. 144. Самый ненавистный налог в Великобритании и США это прогрессивный налог на наследство, который может достигать 55%. При этом в Канаде налога на наследство вообще нет. 145. Самый сильный ацербент был получен в 1974 году из производного крахмала и акриловой кислоты. 1 грамм этого вещества способен удержать 1300 миллилитров воды. 146. Самый острый перец в мире Нагайалокия. Он культивируется в Юго-Восточной Индии, и его острота по шкале скавила превышает 1 миллион единиц. Это означает, что для того, чтобы не почувствовать жгучего вкуса, нужно растворить 1 грамм мякоти этого перца в 1000 литров сахарного сиропа. Для сравнения, острота перца халапеня не превышает 8000 единиц. 147. Глубочайшая в мире буровая скважина Кольская сверхглубокая находится в Мурманской области. Ее глубина составляет более 12 километров. Температура в глубочайшей точке бурения составляет 220 градусов Цельсия. 148. 65% площади России, территория вечной мерзлоты. 149. Акулы едят все. В желудках этих хищников находили обломки лодок, автомобильные покрышки и даже рыцарские латы. 150. Через струйку воды шириной с иголку вытекает несколько кубометров воды в месяц. 151. Иглы защищают ежей от холода не хуже, чем шкуры защищают других животных. 152. В итальянской колоде игральных карт отсутствуют дамы. 153. Самой сильной кислотой, способной окислить даже кислород, является раствор пентофторида сурьмы во втористом водороде. Активность этой кислоты практически невозможно измерить. 154. За свою 65-летнюю историю кремлевские звезды были отключены лишь дважды. В первый раз во время Великой Отечественной войны, из соображений светомаскировки, а второй в 1996 году, во время съемок фильма «Сибирский цирюльник». По просьбе режиссера Никиты Михалкова, звезды были погашены, ради максимальной исторической достоверности картины. 155. Самым тяжелым газом является гиксофторит Вольфрама. Его плотность настолько велика, что в нем может плавать пенопласт. 156. Чтобы не отрываться от написания очередного романа, Эмиль Золя привязывал себя к стулу. 157. Глазное яблоко, не изменяет размер с рождения до конца жизни. А уши и нос все время растут. Размер глазного яблока у всех людей почти одинаков, он отличается лишь на доле миллиметра. 158. Самый тугоплавкий металл на земле Вольфрам. Его температура плавления составляет 3420 градусов Цельсия. Из Вольфрама изготовляют нити накаливания для электрических лампочек. 159. Тупорылая акула, или акула-бык, достигающая 3,5 метра в длину и 300 килограмм весом, может заплывать далеко в реке. Их наблюдали в реке Миссисипи в районе Сент-Луиса, в озере Мичиган, в Ганге и Амазонке. Акула-бык весьма агрессивна, известны случаи нападения на людей. 160. Кусаются только комары-самки, которым необходим протеин для откладывания потомства. При выборе жертвы самка-комара, ориентируется на тепловое излучение и запах молочной кислоты, содержащейся в поте. Самцы комаров питаются только цветочным нектаром. 161. Желтый цветок-куриная слепота, как в народе называют лютик-едкий, действительно ядовит, если его сок попадет в глаза, это вызовет острую резь и боль в глазах. Своим странным названием лютик обязан курам, которые, как известно, не видят в темноте. 162. По прочности на растяжение, бамбук в 11 раз прочнее стали. 163. Самую высокую растворимость в воде среди твердых веществ имеет гипофосфит талия. Его растворимость составляет 71,5 кг на 1 литр воды при температуре кипения. 164. Забавные мишки коала не медведи, а сумчатые. Они питаются исключительно листьями эвкалипта и никогда не пьют. 165. Самым сильным ядом является ботулинический токсин типа А. Он в 750 раз токсичнее отравляющего газа зарина. 166. Сердце синего кита бьется 9 раз в минуту и достигает размера среднего автомобиля. Самый большой синий кит в истории был выловлен норвежскими китобоями в 1926 году. При длине в 34 метра кит весил 177 тонн. 167. Миллионный житель Москвы родился в 1897 году. 168. Название вина «Вермут» происходит от немецкого слова «Вермут», означающего «полынь». 169. Полное имя великого Пикассо Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусина Мария де Лос Ремедиас Киприано де Ла Сантисима Тринидад Мартир Патрисия Руис и Пикассо. 170. Один из главных пунктов закона «Доброго самаритянина» в США состоит в том, что пострадавший не может предъявить иск за неправильно оказанную первую помощь. 171. Длина гигантского кальмара достигает 18 метров. На телах кошелотов китобои часто наблюдали глубокие рубцы от присосок. 172. В штате Огайо есть город под названием Россия, Раша. В России проживает всего 640 жителей. 173. Во всех фильмах Георгия Данелии в титрах в списке фамилий актеров всегда был указан некий Р. Хабуа. Однако Рене Хабуа вообще никогда в кино не снимался. Просто он закадычный друг знаменитого режиссера. 174. Архипелаг Северная Земля является самой последней группой островов, нанесенных на карту в период с 1930 года по 1932 год. После этого на карте Земли не осталось белых пятен. 175. Самое сладкое вещество, используемое в пищевой промышленности, не атом. Он в 7000 раз слаще сахара. 176. Кошмар всех вратарей пенальти, в 1890 году, изобрел вратарь из Северной Ирландии Уильям Мак Крам. Его идею футболисты назвали «дес пеналти» – «смертная казнь». Оттуда и возникло название. 177. Теорию категории раздел математики, изучающей свойства отображения между объектами, сами математики называют абстрактной чепухой. 178. В 897 году папа, Стефан VII инициировал беспрецедентный, в истории Ватикана, трупный сенот. Он приказал вырыть из могилы, труп своего предшественника папы Формоза, одеть его в папские одежды и посадить на скамью подсудимых. В ходе судебного разбирательства Формоза, обвинили в нарушении церковного права. С него сняли папские одежды, отрубили ему три пальца правой руки, которую он благословлял народ, и труп бросили в Тибр. Поступок Стефана настолько возмутил население Рима, что вскоре он сам был заключен в тюрьму и там задушен. 179. Если летучая мышь больна и не может вылететь на охоту, ее соседи подкармливают ее. 180. Настоящие вампиры не умеют сосать кровь. Летучая мышь большой вампир прокалывает кожу, резцами и не сосет, а слизывает выступающие капельки крови. 181. Левши составляют, не более 15% от числа всех людей на планете, однако среди выдающихся личностей левшей, значительно более 15%. Среди великих левшей Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Моцарт, Жанна Дарк, Барак Обама и Леди Гага. 182. Глаза Хамелеона двигаются независимо друг от друга, поэтому он может смотреть в двух разных направлениях одновременно. 183. По приказу Адмиралтейства Англии, чтобы предотвратить воровство, с 1776 года во все канаты, для военного флота при производстве, начали вплетать красную нить. 184. Вплеталась нить таким образом, чтобы ее нельзя было удалить даже из небольшого куска каната. Отсюда возникло выражение «мысль», проходящая красной нитью, то есть мысль, без которой не может обойтись повествование. 184. В 1626 году, директор Новых Нидерландов Петер Минейт, выкупил у местных индейцев, весь остров Манхэттен за вещи, стоившие тогда 24 доллара. Эта сумма сегодня эквивалентна, приблизительно 500 долларам. Нынешняя оценка земель острова, значительно превышает 50 миллиардов долларов. 185. Защищая термитник, в качестве крайней меры, термиты-защитники взрываются, обездвиживая нападающих клейким содержимым своих тел. 186. Эмбрионы тигровой акулы, борются друг с другом в чреве матери. Рождается лишь один, съевший всех остальных. 187. Южноамериканская тростниковая жаба, ага имеет особые железы за глазами, которые выделяют ядовитую жидкость. В случае опасности она выстреливает струей яда на расстояние, до 30 сантиметров. 188. Жители Китая считают, что в радуге 5 цветов. Для жителей США, типичным ответом, будет 6 цветов, в то время как жители России насчитывают их 7. 189. Между островом Ратманово, принадлежащим России, и островом Крузенштерна, принадлежащим США, расстояние всего 3,7 километра. Между этими островами в Беринговом проливе, проходит государственная граница. 190. Пингвины могут пить морскую воду. Избыток солей концентрируется в специальных солевых железах и выводится через ноздри. 191. Население Токио с пригородами насчитывает 35 миллионов человек. Это больше, чем население всей азиатской части России, включающей Сибирь и Дальний Восток, и занимающей около 80% ее территории. 192. Разговоры во сне, с медицинской точки зрения, считаются нормой. Известно, что способность говорить во сне связана со сновидениями и передается по наследству. Интересно то, что немые тоже разговаривают во сне, но на языке жестов. 193. Один процент людей может видеть инфракрасное и еще один процент ультрафиолетовое излучение. 194. У КОС, овец и осьминогов прямоугольные зрачки. 195. До 1914 года все вооружение аэропланов составляли личные револьверы летчиков. Встретившись в воздухе, неприятели обменивались одиночными выстрелами или пытались подняться выше вражеского самолета, чтобы сбросить на него бомбу. 196. Кит не пускает фонтанчики, он так выдыхает струю углекислого газа, окутанную брызгами. Жирность молока кита 50%. 197. Любимую всеми песенку «В лесу» родилась елочка, в декабре 1903 года, написала поэтесса Раиса Адамовна Кудашова. 198. Песня «Калинка» не является русской народной, она была написана в 1860 году русским композитором и литератором Иваном Петровичем Ларионовым. 199. Умножьте 37 037 на любую цифру от 1 до 9, а затем умножьте полученную сумму на 3. Получится весьма интересный результат. Благодарим за просмотр этого ролика, и просим подписаться на канал книги, истории, факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого ролика, и поддержать нас на Бусти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!